Очень хорошие, потому что я то, что, чего, вернее, ожидал, то, в общем-то, и получилось, но, наверное, даже больше, чем ожидал, потому что некоторые студенты, так многие, удивили своей реакцией на мои задания, вот, как они справлялись, как они воспринимали все, и вот, ну, и, соответственно, выставка большая, поэтому такой вот достаточно объемный результат. Ну, общие, наверное, их, скорее всего, объединяли сами задания, потому что, допустим, у бакалавриата я бакалавриат построил как серию интенсивов таких, плакатных, и, ну, поскольку это вариатив, я так подумал, что достаточно длинные проекты, наверное, делать не стоит, а их надо включать моментально в этот процесс, ну, потому что плакат такой живой жанр, и здесь вот, мне кажется, это сработало как раз, потому что они очень быстро реагировали, очень как-то эффектно, и вот, мне кажется, вот это их и объединяло, то, что были задания, которые, допустим, там было четыре задания на модуль, и эти задания как раз их объединяли именно какой-то своей системностью, то есть в одном я там давал такое графическое поле, которое нас окружает, вот, в другом у меня, я их систематизировал там сеткой, которая может быть в плакате, так же, как и в книге, в периодических изданиях, но там такая она более творческая сетка, и они должны были ее сами построить, и там в остальных проектах то же самое, там, допустим, в Fake News они работали с фактурами, которые они вырезали из разных газет, журналов, из текстов, то есть работа текста, который существует уже в изданиях, вот, и вот эти темы, они, естественно, их объединяли, но задача была, помимо объединения, нужно было пропустить это через себя, вот в этом-то и заключается суть проектирования, вот, а тенденции, ну, я думаю, что какие-то существуют общие тенденции, которые насмотрены самими студентами, они же наверняка где-то смотрят журналы какие-то модные, да, по дизайну, сидят в интернете, и какие-то вещи, которые крутятся в воздухе, они, вот, наверное, в них проникают, соответственно, при получении какого-то задания по проекту, они их наверняка используют, может быть, даже в несознанном состоянии, подсознательном, поэтому это тоже очень важно, когда они где-то откуда-то из глубин что-то вытаскивают, что сейчас в тренде, что модное, и это пытаются по-своему как-то внедрить. И на бакалавриате, и у магистров делали музыкальные плакаты, и они все были настоящие, потому что есть такой культурный центр-дом, где проходят такая очень интересные экспериментальные музыкальные проекты, и альтернативные, и в разных жанрах, начиная от джаза, кончая классической музыкой, я давно с ними дружу, и раньше делал тоже проекты, и у меня там вообще была в этом зале первая своя персональная выставка в 2000 году, поэтому очень интересная площадка, и вот я так подумал, что можно как раз раскачать студентов через нее. Это вот один реальный проект, второй реальный проект – это вот театральный проект плаката с театром «Сфера», мы договорились, и вот уже первый такой выстрел с нашей стороны – это плакаты к текущему репертуару, и я тоже так подумал, что надо, чтобы студенты участвовали во всевозможных биеннале и конкурсах. В биеннале в Боливии плакатная объявила такие две темы, очень интересные – это эра дезинформации, она же и фейк-ньюс, и у нее еще там есть анимационные плакаты – это «Права женщин». Планируем этой заняться темой, поэтому вот она тоже стоит в очереди. Частично планы, наверное, можно сказать, что они стихийные, поскольку это такая авторская программа, которая формируется мной на ходу. Естественно, ее откуда-то беру из собственного опыта и, во-первых, из своего личного, как я сам делаю работы, и, второе, как уже где-то я прокручиваю эти мысли на студентов, на других. Поэтому вот сейчас, ну, во-первых, мы будем продолжать работу с театром, и там большие планы, потому что там не только к текущему репертуару, потому что сейчас у них делается новый спектакль, будут прогоны, будут репетиции. Это по Достоевскому «Дядюшкин сон». Мы будем беседовать с режиссером, с художником-постановщиком, смотреть репетиции и будем уже формировать свои мысли и в итоге выходить на плакат. Желательно, чтобы понять эту фактуру, да, и вообще, как думает тот же режиссер. Вообще, плакат театральный, он такой особенный, особая тема. Потому что там есть уже созданное пространство режиссером, да, вот как он ставит это все. И второй этап – это дизайнер, который может это по-своему увидеть и предварительно сказать, что вот будет такой-то спектакль плакатом. Поэтому вот это все очень интересно. — Это не может в отрыве существовать? — Не, можно. Да все можно делать и в отрыве, и не в отрыве. Ну, просто если есть такая возможность, то я считаю, что это нужно использовать. Ну, это так, как говорят, дизайнер должен уметь рисовать или не обязательно. Кто-то говорит, не обязательно. Я просто считаю, что если дизайнер умеет рисовать, это просто лучше. Поэтому это просто такая, ну, еще одна возможность и опция, которая даст еще какие-то, может быть, вариации, размышления уже руками. Да, дополнительные, конечно. То же самое с театром. Вот если есть возможность туда пойти, посетить спектакль и пообщаться с теми, кто его делает, то это, ну, конечно, лучше. — Ну, наверное, есть, потому что, ну, сейчас трудно говорить про это, потому что уже изначально у меня установка такая стояла определенная, что, допустим, бакалавры, да еще и вариатив — это одна, одна периодичность работы, один темп, а магистры — это немножко другое, более такой с анализом, такой вдумчивый, с каким-то там размышлением, с погружением. А здесь более эмоциональный, у бакалавров более такой с ускоренной, что ли. Я думаю, в этом разница есть. Но одни пришли получать знания, да, а другие как бы их усваивать, да, продолжать. Это вот магистры. И поэтому там, мне кажется, они уже их получили там на бакалавриате, поэтому здесь уже какое-то другое продолжение этой работы должно быть. Вот. А так, по подходу, ну, наверное, они как-то близки, все-таки возраст близкий, и они, собственно, воспринимают информацию, наверное, похожую. Мы-то учились по системному образованию. Там была государственная программа, писались методички, педагоги приходили и исполняли вот то, что уже было создано. Да, они же и сами их писали, там, пополняли, получали там звания разные. Это одна система такая государственная. Сейчас очень много такого преподавательского, преподавательской такой деятельности, когда есть еще авторское преподавание. Когда приходит мастер, и он делится своими какими-то вещами, наработанным опытом, знаниями, которые он сам как-то приобрел и как-то проанализировал, то есть уже делая какие-то собственные выводы. То образование, как говорится, из первых рук, вот когда мастер рассказывает про то, как он делает сам, и как он именно видит, мне кажется, это очень интересно, очень важно. Ну, это такой особый жанр. На самом деле, когда, если отчитывать, когда появился дизайн и вообще это слово, и заговорили об этом процессе, то плакат был раньше, да, а он существовал, как все-таки уже афиша, она была нужна, и там надо делать и для театра, и для разных мероприятий. Но если вспоминать там Тулузова трека, да, который делал, когда он делал, и вот, да, это все существовало еще до дизайна. Поэтому это такой самостоятельный, кажется, жанр, который может существовать и в дизайне, и сам по себе одновременно. Но он все-таки близок к дизайну, и это вот такая вот форма, что ли, личного высказывания художника. И поэтому, если называть дизайн – это искусство или нет, и вот те, кто занимается плакатом, да, могут указать, что дизайн – это искусство, потому что это вот такая оценка по высокому счету. Это такой открытый жанр, и он такой личный, да, то есть это то, что содержится, то, что внутри каждого художника. И поэтому здесь, скорее всего, не должно быть штампов, каких-то приемов, которые уже устоялись, которые модные, такие вот, которые на поверхности. Когда со студентами общаешься, то часто многие задают вопросы, почему вы не научите на раз-два-три сделать там упаковку или журнал. Все это можно сделать, но прежде всего это в процессе обучения происходит в течение какого-то времени, когда студенты нарабатывают эти вопросы и одновременно ответы получают. И преподаватель, он просто подсказывает, как ввести, ну и, соответственно, формулирует задания. Они должны понять, что это те задания, и их каким-то образом превратить уже в продукт. То есть чаще всего это носит даже такой провокационный характер, когда ставишь задание и смотришь, как человек в нем, скажем так, его переживает и выкручивается из ситуации. Вот именно как дизайнер, как художник. Вот кто-то делает просто вот четко по заданию, и поэтому оно и не складывается как какой-то продукт интересный, а кто-то находит выход, да, лазейку, как это выполнить. И вот в этом, мне кажется, основная ценность. Можно делать и с самого начала хорошие плакаты уже, даже будучи студентом. То есть набор знаний? Набор знаний, набор... Ну, во-первых, конечно, набор знаний должен быть и набор какого-то опыта, да, в этой работе. Но уже надо пытаться делать это сразу, если это хочется делать. Вот. Одно дело, если, допустим, в студенческое время просто выполняешь задание, делаешь хорошо, но этого не хочется делать, то это один вопрос. А другое дело, если ты этого хочешь. Поэтому есть вот студенты, которые пришли, вот даже на вариатив, они специально пришли, чтобы этим делом заниматься. А кто-то пришел, потому что, ну, вот просто им интерес. Надо было выбрать. Да, или надо было выбрать. Потому что были какие-то другие выборы, вот, но плакат показался поинтереснее. Как влияет на зрителя, который смотрит на выставки, постеры или в городе? Какое сообщение несет плакат? Какой эмоциональный заряд? Вот эти вещи, они должны складываться в какие-то действительно профессиональные приемы, которые вот и называются там, словом, композиция, ритм, там, да, работа с текстом. Как овладеть форматом? Как расположить маленькое-большое в этой плоскости? Как решить задачу сообщения конкретно, чтобы донести до зрителя? Вот эти приемы и вариации, ну, да, вот мы их проходим через определенные задания. Потому что так не скажешь, поставь вправо там и влево, и будет вот красиво. А нужно пройти через какие-то сложные системы заданий, которые, значит, заставят человека это поставить, но с определенным своим видением, да, плюс накладывая профессиональный уже опыт потихоньку. За 4 года обучим на бакалавриате или там уже в магистратуре. Ну, это были 90-е годы, я только закончил институт. Был такой бум плакатный, то есть 90-е годы, это многие делали плакаты, плакаты, и, соответственно, у меня появилось такое желание, я стал пытаться это делать, стал и получаться. Делал и музыкальные плакаты, и какие-то плакаты, которые связаны с праздниками. Была такая, она и сейчас есть, потрясающее место в линии график, компания, где, которые, куда можно прийти было, и попросить, чтобы напечатали линии плакат. И они печатали дизайнерам, которые хотели это делать. Это, конечно, было золотое время, и мы все, многие, кто делал в то время, имели офсетные тиражи плакатов своих, которые мы могли рассылать куда угодно и участвовать, и иметь, и участвовать в своих выставках, и в коллективных, и международных. И мне кажется, вот эта машина, которая закрутилась именно в России плакатная, она дала какое-то направление именно русскому плакату, в которой такой русской школе плакат. Потому что школа плакат-то во всех странах есть, и всем известна и польская школа плаката, и французская, и так далее. Такой всплеск плакатный у нас был как раз после СССР, именно в 90-е. А сейчас очень много в связи с интернетом, с какими-то новыми технологиями. А сейчас это вот и новое поколение они тоже пытаются делать, и студенты тоже вливаются, отзываются, потому что это интересно, это такой мир другой совершенно. Ну, я не помню сколько, ну, где-то в районе чуть больше сотни. Вот так вот по жизни, когда делаешь, ты отмечаешь плакаты, которые как-то сложились на твой взгляд, и как-то вот остаются так, отмеченными такими, да, что вот это получилось, то тоже, в этом я чего-то тоже решил. Какие-то считаешь, что не очень сложились, хотя бывает, когда где-то они на выставках мелькают, или выкладываешь их куда-то, то люди там могут отреагировать совершенно наоборот. Поэтому вот для себя, если какую-то задачу ставишь, и она получается, вот, чего-то решается в этой работе, то это ценно, это важно. Поэтому вот так вот, чтобы сказать, вот какой-то один плакат, который я обожаю, наверное, их просто будет несколько. Я все не предложил Мещерякова, ну как еще? Да, он говорит, а почему бы здесь не сделать плакатный курс целый, целую лабораторию? Это очень круто, вот, интересно. Потому что все соберется здесь, в этом месте, в вышке. Во-первых, ездить с этими плакатами, потом их отправлять на разные конкурсы, и бинали, и на студенты. Вот, кого-то, может быть, сюда приглашать, чтобы, может быть, какие-то мастера приезжали и читали какие-то вещи, ну, звезды плакатов, потому что их много. Чтобы был такой постоянный поток в этой теме. Плакат, это, скорее всего, имиджевый такой. Жанр не денежный, да, то есть, если сказать, что можно им зарабатывать, это, наверное, неправильно. Да, я доволен. Но я понимаю уже, что, допустим, мне нравится, что не нравится, и я уже думаю, как поступить уже в следующий модуль. Продолжение следует...